Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я вас приветствую, я рад вас приветствовать! Сейчас разгар сбора урожая томатов, очень приятное время, огурцы вовсю растут, малосольные огурчики, всевозможные мы на столе имеем. Урожай вперед-вперед-вперед идет и нас радует. И сегодня я хочу с вами поговорить о дрожжевой подкормке. Дрожжевые подкормки мы очень часто используем для нанесения дрожжей на листья как конкурентную микрофлору, как антистрессовый такой способ восстановления растений, как источник янтарной кислоты можно использовать дрожжи, как подкормку можно использовать. И опа, многие очень говорят о том, ну я вот в интернет посмотрел, ну просто какая-то эпидемия. Понимаете, что дрожжи закисляют почву и с дрожжевыми подкормками надо быть очень осторожным и вообще все это очень плохо. Я расскажу о дрожжевой подкормке в контексте улучшения вкусовых качеств томата. В прошлые года я говорил о том, что вкус томата, накопление сахара в томате во многом зависит от наличия азота, азотных подкормок. И не просто азотных подкормок, а аммонийных подкормок. Именно сульфат аммония является одним из замечательнейших удобрений, которые, не вызывая жирование томата, в то же время способствуют накоплению значительного количества сахаров, а также ароматических веществ в плодах наряду с калием. Что? Ну в общем, чего мы от томатов и ожидаем. И вот дрожжевые подкормки являются одними из альтернатив для того, чтобы томаты приобретали хороший вкус, чтобы они были очень качественными, наливались хорошо, если кто-то не использует подобного рода минеральные удобрения или они ему недоступны. Ну вот и я там, когда про дрожжевые подкормки говорю, вот мне там сразу пишут какие-то хейтеры, что ля-ля-ля-ля-ля, там вы ерунду говорите, чушь говорите. Дрожжи закисляют почву, умывают калий и кальций, поэтому никакой сладости в томатах не будет. Первое, о чем я хочу сказать. Дрожжи – это многообразная группа микроорганизмов. Когда мы говорим о дрожжах в роликах, то мы говорим только об одном единственном виде дрожжей. Это сахаромицисцеревизия, это хлебопекарные дрожжи, сахаромицеты. Вот эти сахаромицеты являются не таким уж широко распространенным микроорганизмом, который живет в почве. В почве вот эти вот дрожжи очень приживаются слабо, они живут на плодах, вызывают спиртовое брожение в плодах. И почва не является, в общем-то, естественной средой обитания этих самых дрожжей. Поэтому, когда мы их вносим в почву, они там практически, у них нет никакой жизнедеятельности, они там достаточно быстро погибают, становятся питанием для полезной микрофлоры и питанием для растений. Поэтому, когда сейчас пишут там в интернетах или говорят, что дрожжи не являются подкормкой, это чушь, это ересь, это неправильно абсолютно, они являются замечательной подкормкой. Сейчас чуть позже об этом скажу. Второе, относительно образования кислоты. Действительно, в процессе брожения дрожжи, вот эти, способны закислить, не только эти, но и другие дрожжи, способны закислять среду вокруг себя. Но это же не серная, не фосфорная, не азотная, не соляная кислота. Это органические кислоты, которые так полезны для растений. Они также, наряду с фосфатомобилизующими бактериями из препаратов коммерческих и очень недешевых препаратов, калий, азота, фосфатовид, они также способны к мобилизации фосфатов, благодаря выделению кислот. Поэтому, если кто-то там боится, что немножко кислоты от дрожжей образуется, так это только на благо. Это очень-очень хорошо. Органические кислоты прекрасно усваиваются растениями, многие органические кислоты. И все это очень благоприятно сказывается на жизнедеятельности растений. Кислоты органические не только не вымывают калий. Калий вообще из почвы невозможно вымыть. Он там столько хорошо ассоциируется с почвой, вот в почвенном растворе закрепляется, что вы его ничем никогда не вымойте. Он выносится только растениями. Но то же самое касается натрия, кстати, который очень вреден. Содержится в соде, соду никогда не используем. Поэтому ни о каком вымывании калия нет речи. И ни о каком вымывании кальция нет речи. Хотя кальций чуть-чуть более подвижен. Однако же дрожжи, наоборот, способствуют мобилизации кальция из нерастворимых веществ. Кальций трудно доступен для растений. Поэтому в этом смысле дрожжи являются очень-очень благоприятной подкормкой. Третье. Почему подкормка? Дело в том, что в дрожжах содержится значительное количество белка. Ну, тут вот мелким шрифтом что-то написано, какое количество белка. Белка тут достаточно-таки много. По-моему, 12 грамм на 100 грамм белка. Белок является источником азота. Медленного азота. И как раз медленный азот, который не будет конкурировать с калием, с накоплением калия, является тем замечательным фактором, который способствует накоплению аромата и сладости в томатах. Поэтому обязательно используйте дрожжевую подкормку сейчас, вот в это время, если вы не используете сульфат аммония, например, для того, чтобы ваши томатики накапливали много сахаров и наливались ароматом томата. За что мы его и любим. Поэтому 100 грамм дрожжей, столовая ложка сульфата калия или монофосфата калия, но даже в этот период, когда наливаются плоды, сульфат калия является тоже очень-очень важным. И сделайте такую подкормочку обязательно, делайте ее хотя бы раз в 12-14 дней по литру на растение, для того, чтобы поддержать ваши растения. Микрофлора почвы будет медленно разлагать белки, содержащиеся в дрожжах, превращать их в аммоний. Аммоний будет этот медленно, это пролонгированное удобрение, азотное удобрение пролонгированное, медленно будет поглощать вот этот азот из дрожжей растения и будет очень гармонично развиваться вот в этот период налива плодов. Кроме того, не стоит забывать, что дрожжи также являются источником органических фосфатов, которые тоже будут медленно минерализоваться и служить дополнительной фосфорной подкормкой. Фосфора уже мы подкормками накопили, много накопили сейчас в почве, только чтобы он был доступен растениям. Его дрожжи будут способствовать повышению доступности фосфора, будут сами являться мягким источником фосфора и будут замечательной подкормкой. Не слушайте тех, кто говорит, что дрожжи не являются подкормкой. Таким образом, для сладости, вкуса, аромата плодов используйте вот эту дрожжевую подкормку. Вместо сульфата калия можете взять зольный раствор, погашенный уксусом, и будет все очень хорошо. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!